Привет всем! Сегодня мы с вами погуляем по японскому саду Ташкента. Японский сад в Ташкенте один из самых красивых парков города. До 1947 году на месте парка был пустынь. Японские военнопленные, которые после войны работали на рытье озера, начали облагораживать эту территорию и озеленеть. Спустя много лет в 2001 году на этом месте при участии посольства Японии был открыт японский сад. На входе в парк установлена стела с замурованной в ней капсулей, с посланием, в котором говорится об узбекской японской дружбе. Сад, созданный в японском стиле, является неотъемлемой частью японской культуры. При создании сада основывается на шести принципах. Простота, уединенность, старина, текучесть воды, панорамный вид, мастерство человека. Недалеко от стелы вход во внутренний дворик. Пройдя через традиционные ворота, мы попадаем во дворик с лужайкой. В саду обязательно должны присутствовать вода, растения и камень. Сад должен быть хаотичным. Он не имеет строгих сон, переходя который вы видите перемену. В саду должна быть плавность. Философия сада состоит из созерцания. В таком саду человек должен соединяться с природой. В дальнолужайке установлены фонари и скамейки для отдыха. Пройдя по тропинке, мы попадаем в домик у озера. Чаша в камне называется Цукибари. Такая чаша нужна для омовений перед чайной церемонией. Открытой верандой домик выходит на миниатюрное озеро с рыбами. Сидя на веранде, можно любоваться тишиной парка и озера. Во всех японских садах обязательно должен быть пруд. В садах, где нет воды, часто используют песок или мелкую гальку. Вода в саду отражает все, как зеркало. Часто в воду помещают рыб или растения, иногда даже камни. Обойдя озеро, можно посмотреть на домик со стороны. Здесь есть небольшая беседка в тени деревьев. Мощеная булыжником дорога огибает озеро и идет вдоль холма. Мяса Музыка Недавно в японском саду появился небольшой платный кинотеатр под открытым небом. Вечером здесь показывают фильмы. Дорожка намеренно петляет и разделяет нас, ведя к миниатюрным ландшафтным красотам парка. Игра света от крон деревьев меняет необычный ландшафт. По парку свободно гуляют многочисленные животные, как, например, этот павлин. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы ушли в дальнюю часть миниатюрного озера. Здесь между огромными валунами течет ручеек. Через этот ручеек перекину деревянный мостик. В традиционном японском саду должен быть водопад. Если это невозможно, то журчание воды передают через ручей, идущий через камни. Ручей впадает в еще одно озеро, заросшее водными растениями. Традиционный японский фонарь освещает дорожку для гостей парка. Такой каменный фонарь всегда состоит из ножек и крыши. Под крышей на специальное место устанавливают источник света. Выйдя по тропинке, мы попадаем на мостовую вдоль большого озера. Субтитры создавал DimaTorzok В дальней части парка есть большая тенистая зона, в которой есть много тропинок для прогулок. Здесь установлено много скамеек и беседок. Дорожки традиционного японского сада должны подчеркивать все его уголки. Дорожки могут быть выложены из каменных плит или булыжников. Дорожка может петлять и не должна иметь резких углов поворота. Камни имеют большое значение в японском саду. Их обычно ставят в небольшие композиции. Камни обычно берут разного размера и формы. Камни одного происхождения группируют в одну композицию. Например, горные, речные или морские. Форма камней также может быть разнообразной. Часто на камнях в трещинах бывает мох. Такие старые камни несут большой философский смысл. Растения в японском саду имеют большое значение. Их подбор и создание композиции несет в себе большой смысл. Часто растения объединяют композицию с камнями и водой. Субтитры создавал DimaTorzok В конце парка небольшая площадь. Здесь есть маленькое кафе под зонтиками. Через эту часть парка проходит канатная дорога, сесть на которую можно возле парка Ташкент-Лэнд. Канатная дорога проходит через озеро и аквапарк. Субтитры создавал DimaTorzok В японском саду много уток и лебедей из озера. Они совсем ручные и не боятся людей. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы вышли на дорогу вдоль озера. Здесь есть пристань, на которой причалены лодки, курсирующие по озеру. На этой пристани и в самом японском саду часто можно увидеть свадебные фотосессии. Японский сад по праву считается одним из самых красивых и умиротворяющих парков города. Здесь нет городской суеты и здесь очень красивая природа. Каждый уголок парка уникален и красив. Многие люди приходят сюда просто посидеть и полюбоваться тишиной вдали от городской суеты. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам счастья и удачи.